Фундаментальное представление о том, как устроена наша действительность. Об этом после рекламы. Семен Ильич, поэтому в любой момент, как вы захотите начать, пожалуйста. Уже можно? Да. Ну, я несколько смущен в эфире, находясь. Я смущен потому, что сейчас, наверное, много моих друзей и сотрудников переживают и смотрят, как я расскажу то. А для меня смущение связано с юбилеем. Юбилей, это удивительно. Большинству слушателей непонятно, что я в 51-м году, в сентябре, был распределен на работу в ответвление атомного проекта, в очень сильную радиоактивность. А специальность моя — биохимия. Но зато в этой организации в 15.00 кончали работы, и все уходили. И с 15.00 до 24.00 же я оставил свои опыты. Мои любимые учителя, учителя, лучше сказать, потом академики, а в это время еще только профессор, Сергей Евгеньевич Северин и Владимир Александрович Ингельгард, принимали во мне живое участие, хоть я и был спрятан в ящик. Я оставил опыты свои, биохимические. А я отличник, и отначе я аккуратно работаю. И столкнулся с ужасно неприятным явлением. Это было в сентябре 51-го года. Это явление меня смутило, я записал в тетради, которая у меня цела, выяснить, в чем дело, и потом заняться основной темой. Вот жизнь моя кончается. Прошел 51 год, это было 8 сентября 51-го года, вот скоро будет 51 год. Я не выяснил, но то, что в результате произошло, а я неуклонно всегда этим занимался, при том, что писал книги, делал другие работы, иначе мне зарплату не платили. Это я и сегодня расскажу, потому что я полагаю то, что в результате этого медленного, не рекламного, неспешного занятия, существенно меняет взгляд на мир. Мне уже много лет, я могу не хвалиться. Я могу сказать, существенно меняет. Это видно потому, с какой остротой и неприятием отличники другие, мои ровесники и прочие, принимают мои слова. Это важный показатель, да? Я знаю отличников, они, и я такой в некоторой степени, но уже не такой, как все, может быть. Те, кто хорошо учатся, когда сдают последний экзамен, теперь науки знают. И то, что к этому добавляется, это им кажется, ну быть не может. Мы же знаем, мы же сдавали, как тяжело, я сам сегодня целый день принимал экзамен. Вот я сейчас просто покажу свой первый опыт, где-то была эта штука. Это вот здесь вот эта штука? Да, вон она, да. Здесь не очень удобная доска. Вот. Человек делает измерения. Вот эта вот ось. Это вот измеряемая величина. Я хорошо работаю и должен попасть в эту точку. Я попадаю в эту точку и смотрю, что следующее, второе измерение. Ну как все люди измеряют, как учат до сих пор. Когда вы делаете измерения, надо делать не одно, конечно. Делайте два. И возьмите среднее. Вы делаете второе, оно, ну, говорит, это естественный разброс результатов. Ну, все-таки они сильно разошлись для отличника, он должен точнее. Я делаю третье, оно у меня оказывается почему-то вот здесь. Космонавтов когда-то учили. Делайте три измерения, два близких записываете, а третий отбрасываете. И так поступают в науке еще и сейчас. Но люди культурами высокого класса делают еще измерения. И сколько-нибудь делают измерений. Потом находят еще такое же значение. Вот я здесь опишу каждый раз результат. А я работал очень аккуратно после радиоактивных своих упражнений. У меня были вот здесь вот измерения. Это неприятно. Я делаю все как надо. Я делаю все, возможно, аккуратнее. У меня разброс результатов больше, чем я мог себе позволить. Это еще была не радиоактивность, а радиоактивность была днем, утром. Тогда я стал 10 измерений делать. И вместо того, чтобы заполнить все это пространство, а все знают, все наши слушатели, все учились, и знают, что должно быть гаусс, где максимально часто по середине математическое ожидание, а это все меньше. А у меня вовсе не так было. Вот были кучки здесь, кучки здесь. И если это все нарисовать соответственно, сколько раз какое значение измеряемой величины получалось, то получается не такой гаусс, приятный и хрестоматийный. А какая-то вот такая загогульная. Нормальные люди, опять я все привязался, но которые хорошо учились, знают, что на это обращать внимание не надо. Потому что есть математический аппарат, критерии согласия, гипотез, в которых мы будем оценить, что все это на самом деле пренебрежимо попадает в полосу, внутри которой вся эта тонкая структура не заслуживает внимания. Это случайно, случайно, случайно. И все было бы хорошо. Но я ставлю один опыт, ставлю другой опыт, и у меня если в первом опыте была вот такая, ну плохо тут видно, но вот такая, я условно рисую. То почему-то во втором опыте, на следующий день, очень часто бывает тоже такая эта штука. Не совсем такая, но для нормального глаза, незамутненного высшим образованием, и, так сказать, такой уверенности в себе. Что-то они очень похожи. Я стал делать 10, 20, 25 одинаковых. И человечество, которое вот учится в университетах, знает такое понятие, параллельные пробы. Когда вы делаете все при прочих равных слов, все одинаково, эти пробы называются параллельными. Меня тогда не смутило это, я также знал, что это параллельные. Только много лет спустя я понял, что они не параллельные, а последовательные. Они же раздельны во времени. Это никто никогда не думает. Мы уже одинаково работаем. Никто в лабораторных журналах даже не пишет секунды и минуты. А как пишут журналы? Ну, хорошо, если написано, до обеда опыт поставлен. Или после обеда. Много прошло времени, прежде чем я стал смотреть на секундомер, на часы, и смотреть, когда была сделана эта проба. Собственно, это к концу сегодняшнего рассказа, я к этому и приду. Но, собственно, конец такой. Каждая секунда времени в нашем пространстве имеет свой облик. Но это в конце я это скажу. Там есть замечательный курьез. Мои любимые и высокочтимые учители следили за мной. Я им рассказывал, особенно моему самому главному учителю Сергею Евгеньевичу Северину. Он мне сказал, знаете, Симон, это вы на белках работаете, мышцы. Владимир Александрович Ингельгард все знает. Я пошел к Ингельгарту рассказывать об этих опытах. Это прошло пять лет. Пять лет спустя. Когда я каждый день смотрел, да в чем же это дело. И отверг все три реальные мысли. Что там температура какая-нибудь, ну вот я это упускаю, посчитают труды. Нет, 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 нет. Я не виноват. Никто не виноват, а скачет. И дает такие дискретные картинки. Что это значит? Это значение более вероятное, чем промежуточное. Какое-то квантование странное. Я пришел к Владимиру Александровичу. Был семинар, и он мне дал мудрый совет. Знаете, он сказал, не делайте так много проб, и этого не будет. Это все, что я получил от высокочетимого любимого учителя. И я не стал его больше мучить. Когда эти картинки стали систематически набираться, это год за годом, месяц за месяцем, я сделал очень большой доклад. Вот это было, тоже страшно сказать, я знаю точную дату, 27 марта 1957 года. И тогда реакция была, что это удивительное дело. Но когда я ушел с этого семинара, сказали, какой был студент? Ведь он сошел с ума. И клеймо, что человек, который обращает внимание на случайные картинки, ну конечно, ненормально. И со мной стали обращаться осторожно. Ну, они стали со мной обращаться осторожно, а я занимался радиоактивностью, ну и ладно. Ничего не забил. Ни одна строчка не выходила в печать, если бы не Сергей Евгеньевич Северин, который не поддерживал людей, что я сошел с ума. А может быть близок к этому, а в самом случае он считал, что все в порядке и можно публиковать. Так вот, прошло много лет. Каждый день или почти как только мог, ставился опыт. И постепенно у меня накопилось множество типов картинок. А опыт очень тяжелый. Это ведь, кому я рассказать, это, например, делал 250 одинаковых измерений скорости биохимической и химической реакции, не сосредоточенностью, а совершенно железной. У меня было две замечательных сотрудницы. Уже я был, так сказать, имел возможность в лаборатории просить о помощи. 25 лет. 8.00. С 15-секундным интервалом, 250 измерений, до, соответственно, там 10 часов. 25 лет с утра, не поднимая головы. Мы накопили множество картинок. Это была химия, и я защитил докторскую диссертацию на тему особые свойства белков, в которых есть такие картинки. И все меня слушали, и защита была долгой, тяжелой, но успешной. И я думал, что это свойство белков. Прошло совсем немного лет после этого. В 70-м году была защита. Я получил гиплом и стал профессором, и все как будто бы хорошо. Когда стал ясно, что это все не имеет отношения к белкам. Кратко говоря, это явление свойственно любым измерениям на Земле.